Всем привет, друзья! С вами Александр Петров и сегодня у меня в гостях смартфон Samsung Galaxy S21. Мне недавно пришел с ремонта мой предыдущий аппарат, это Galaxy S20+. И как раз я подумал, будет удобным случаем сравнить эти два телефона. Чем они отличаются, в чем они похожи и стоит ли рассматривать себе к покупке новой Galaxy, если у вас есть предыдущий. Если сравнить два телефона визуально, они вот с этой стороны практически ничем не отличаются. Размер, ну разница буквально несколько миллиметров и по весу тоже совпадает. Хотя 21-я галактика на 15 грамм тяжелее, ну мы с вами конечно это вряд ли заметим. Что касается начинки, она тоже не настолько уж и разная. Есть определенная разница по камерам, хотя на 21-й галактике камер меньше. Вот три штуки, а здесь их четыре и еще какие-то дополнительные штуковины установлены. А вот что касается начинки, то здесь есть небольшие различия. В первую очередь по камерам на 21-й галактике, камера чуть лучше, она может снимать видео в Full HD на 60 кадров в секунду и при этом еще будет работать специальная цифровая стабилизация. На 20-й галактике этого нет, здесь работает тоже Full HD, но только на 30 кадров в секунду. Если отключить стабилизацию, то оба телефона снимают в формате 8К 24 кадров в секунду или же в формате 4К 60 кадров в секунду. На 21-й галактике есть одно интересное нововведение, ну точнее как, все новое это у нас хорошо забытое старое. Дело в том, что на последних телефонах Galaxy Samsung задняя крышка стеклянная, а вот на 21-й галактике она алюминиевая с добавлением стекла. Понятно, что это не дает, возможно, такой красивый глянцевый внешний вид, но ваш телефон прослужит немножко дольше, потому что, понятное дело, что если он падает задней стороной на крышку, стекло разбивается так же здорово, как и на передней, а вот алюминий прослужит немножко дольше. Посмотреть телефоны вы можете на сайте Samsung, однако я предпочитаю покупать технику на плеере, потому что там частенько бывает немножко дешевле. Если вам интересно, я вот эту модель сегодня осматриваю, и вы можете перейти по ней по ссылке, которая в описании к этому видео находится. Что касается технической стороны, если сравнивать 21-ю галактику с 20-й, то не такая уж и большая между ними разница. Да, на 21-й чуть более новый процессор, но также 8 гигабайт встроенной памяти. Различий особо в этом нет. На Galaxy S21 есть функция HDR10+. Что это такое? Если вы смотрите какой-то фильм, допустим, на Netflix, то какие-то места на телефоне будут выделяться более ярко, чем обычно. Однако, в принципе, на 2021 год технологии HDR уже никого не удивишь. Мне кажется, что чуть ли не если бы существовали пейджеры сегодня, то на них бы тоже была бы технология HDR. Подытоживая все вышесказанное, на мой взгляд, Galaxy S21 Plus имеет настолько мало отличий от предыдущей модели, что это не шаг вперед, а просто небольшой рестайлинг. И 20-я галактика практически не хуже, чем 21-я. Различия минимальные. Поэтому лично я предпочитаю менять телефоны через одну, а то и через две модели. И 21-ю Galaxy я брать не буду, 20-я меня вполне устроит. Если обзор вам понравился, прожмите лайкос, а также напишите в комментариях, какой у вас мобильный телефон, устраивает он вас или нет. И если хотите обзор на него, тоже черканите об этом в комментариях. Ну а с вами Александр Петров, до новых встреч и пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok